Всем привет! Мы сегодня будем готовить необычную для Германии еду. Называется Хуагор. Или по-английски называют Хотпот. Это... А по-русски называют самовар, из тех краев, откуда я приехал. Это некий бульон специальный, в который все садятся вокруг, за столом, вокруг такой штуки. Сейчас я вам покажу. Ну, у нас она маленькая, вот такая вот типа плитка. Да? И на нее мы ставим, ну вот кастрюльку, например. Вот такую вот, да? В нее наливается бульон. И все сидят и кушают. Со специями, со специальными и так далее. Сейчас я постараюсь все приготовить. Я вот начал потихонечку уже выкладывать. Здесь положу, какие виды у нас будут. Вот, например, рыбный тофу. Это рыбные замороженные шарики. Это креветки. Это у нас баранина. Мясные шарики из баранины. И так далее. Я все приготовлю и покажу вам. Итак, мы сейчас готовим бульон. Так называемый hot pot base. Суп base. Вот в такой пачке он идет. Кастрюля, в которой мы будем делать hot pot, она не очень большая. Соответственно, весь бульон мы сюда не будем выливать. Но сделаем это еще дополнительно в другой емкости, чтобы добавлять, доливать. Также у нас сегодня участвует вот такая кунжутная паста. Это другой вид кунжутной пасты. Это острая кунжутная паста. Также есть вот такая приправа китайская. Это на основе перца. Она очень ароматная. Мне она очень нравится. Ее можно использовать, когда мы будем на основе вот этих вот пасты замешивать и создавать некий соус, в котором будем макать впоследствии вот эти вот все приправы. Также у нас есть том юм паста, которую можно тоже добавлять. Вот, она также острая. Но это не китайская, это больше вьетнамская уже. Ну, то есть у нас все возможные виды. Также у нас есть вот такая свинина, нарезанная кусочками. И что еще? Здесь у нас, как я уже говорил, мясные шарики из баранины. Это креветки. Это у нас замороженные рыбные шарики. Это у нас тофу рыбный. И вот такая вот лапша. Все это будет кидаться в бульон и вариться. Также я приготовил для создания соуса вот такой вот уксус китайский. Вот это соевый соус. К сожалению, у нас они в больших емкостях, поэтому я уже не буду переливать. И вот это масло, кунжутное масло. Итак, мы начинаем готовить наш бульон. Сейчас, как я уже и говорил, здесь мы сделаем непосредственно бульон. А бульонную основу, которую мы будем подливать, мы добавим вот в эту емкость. Соответственно, масло мы выливаем сюда. Ну и частично сюда добавим. Что характерно, здесь сделано с вот таким поддончиком все. То есть, в принципе, весь мусор можно будет сразу же складывать. И непосредственно сам сухой бульон. Так, ну тут частично ничего осталось. Я все не буду сыпать, я потом еще приготовлю одну порцию. Ну и начинаем кипятить чайничек, чтобы добавить сюда и поставить на комфорту и разогреть. Поехали! Ну, как вы видите, я поставил бульон сейчас на плиту. Мы не прямо сейчас собираемся садиться за стол. Я его подогреваю, накрываю крышкой и он будет стоять теплый, чтобы потом в дальнейшем не нужно было его заново разогревать. Здесь мне воды не хватило. Сейчас я в этот суперконцентрированный бульон добавлю еще воды и поставлю тоже его стоять, томиться на огне, на небольшом, чтобы он согрелся. И когда мы будем добавлять его в наш бульон, по мере выкипания этого, мы будем, соответственно, уже готовы к этому. Мы, в принципе, готовы. У нас вот такой стол накрытый. Вот наши участники сегодняшних проб. Вы уже их знаете по предыдущим видео. Это у нас Наташа. Вот она, Наташа. Это у нас Андрей. Да? Элизабет. Наша звездочка Элизабет. По машиночке. Вот она, наша Элизабет. И она пока что не начала есть, поэтому она немножко стесняется. Ну и я. Поехали! Так, как мы будем делать соус? Мы берем нашу емкость, куда мы кладем. Ну, я себе делаю острый соус, поэтому я беру себе сразу же пасту кунжутную, уже острую, непосредственно. Соответственно, мы пытаемся ее вскрыть. Конечно, Элизабет, у нас каждый делает, как ему нравится. Папа сначала делает вот такой вот. Вот, смотрите, когда мы его вскроем, он вот так вот выглядит. Для того, чтобы нам добавить соус, нам нужно его немножечко положить. Так же я хочу сюда добавить немножко уксуса. Он че, но не есть? Он нет. Ну, он уксус. Еще обязательно нужно добавить немножко масла кунжутного. Конечно, в такой бутылке не очень удобно наливать, но мы попробуем. И обязательно соевый соус. У нас, как видите, китайский оригинальный соевый соус. Мы его покупали в Азия Супер Мак. Здесь у нас такой магазинчик, где мы закупаемся нашими китайскими принадлежностями. В принципе, я добавил еще вот этот острый соус, перечный и том-ярм себе забыл об этом сказать. Вот такая вот у меня паста. Гизунтает. Вот, перемешиваем, готовим это. Ну и в принципе все. Вот здесь у нас уже все бурлит. Здесь у нас уже бульон готов. Мы сейчас убавляем его, чтобы он сильно не бурлил. Хотя, в принципе, мы сейчас начнем туда закидывать вещи, он нам нужен бурлящий. Итак, давайте будем сюда складывать. С чего мы начнем? С мяска, да? Давайте с мясочкой. Давайте. Мяска. Тут у нас еще тем временем есть... У меня есть, я думаю, ссиды. Тофу. Тофу складываем. Вот здесь вот. Это у нас рыбный тофу. Также, я думаю, можно положить немножко брокколи. Обязательно надо будет положить мясных шариков. Простите, запечатал. И я буду очень шарики. Да, это сырые мясные шарики, я их пока складываю. И я хочу тебе помогать этим. А, видишь, в чем дело, они сырые, их лучше вилочкой не брать, Лиза, которую ты будешь есть. И мяско кладем. Мяско кладем. Так вот. Ну, посмотрим, что у нас из этого всего получится. Да, вот мама у нас помогает, тут придерживает. Ана, ей может тоже поддержать. Ну, в принципе, пока много не будем накладывать. Что у нас тут есть? Есть у нас тут... Мам, еще надо. Я добавлю тебе. Мяско. Я хочу. Лапша еще не готова. Лапша ларится. Я еще хочу. Мясо мы положили намного раньше. Мне мало. Ну, давайте попробуем с вот этого вот. И начнем. Мам, мне мало. Так, Андрей, вот тебе. Элизабет, сейчас остынет мяско, я тебе положу. Хорошо? Мам, у меня мало, мам. Элизабет, пробуй. Пап, ты на ведь пиата. Давай, ровно-ка, трой. Кушай. Вот так. Это была специальная песенка. Это папа-пиата. Хочу напомнить нашим зрителям, что уже скоро китайский Новый год, праздник весны. Гоу-нянь. У нас тут готовы рыбные шарики. Сейчас будем пробовать. Окунаем в наш соус. Мам. Да. Это очень вкусно. Такая капуста, надо... Надо запомнить... Вот такие вот лампбол. Это просто замечательная вещь. Она слишком горячая. И острая. Да. Элизабет. Капуста и острая. Острая капуста, да? Да. Ну хорошо, а мы тебе сейчас мясо дадим. Тебе мясо понравилось? Да. Мясо уже почти готово. Уже закипело. Мы уже можем потихонечку доставать. А я хочу тебе помогать. Хорошо. Там очень горячая резьба. Мы сейчас пока все это посмотрим. Так, видите? Лапша еще тоже не готова. Лапша еще, да. Еще не готова лапша. Надо немножечко повариться. И мы достанем ее. Рано или поздно. Или мы ее, или она нас. Давайте проверим. Мяу. Ну ты у нас сегодня кошечка, да? А ты знаешь, как по-китайски кошечка? Да. Мяу. 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 Да. Прямо как мяу. Ты правильно сказал. Мяу. Ни ши сяу. Мяу. Ты маленькая кошечка. Мяу. Ни ши сяу. Мяу. На, пробуй. Лизонька, вот тебе мяско. Мяу. Но оно горячее, да? Надо его остудить внутри. Оно. Сейчас мы его остудим. У меня острое чуть-чуть. Не, оно не острое. Попробуй. У меня острое, острое. Спирот. Ммм, совсем не острое. Я попробую. На, пробуй. Горячее, нет? Нет? Ну все, кушаем. Молодец. Лапшичка пошла. Угу, с мясом. Сейчас положим, пусть оно немножко подаст. Нет. Андрею. Пожалуйста, вот этот мунжут, если можешь, закинь в бульон обратно. Имбирь. Ой, имбирь. Да, извините. Я что-то немножечко... Попутал. Слегка. У нас тут дисбаланс образовал. Отличие фондюшницы от Hot Pot именно в том, что она немножко менее мощная. Закипает не так быстро. Но, по своему опыту скажу, чем медленнее закипает, тем потом вкуснее бульон. Потому что он становится более наваристый. Когда он сильно быстро закипает, то бульон не такой вкусный получается. Вот. Ну, дадим ему еще немножечко дойти, он уже кипит. Нам нужно чуть-чуть времени и будем доставать. Так, у нас поспели рыбные шарики. Распределение шариков населением. Так, и здесь еще креветки есть у нас. Креветки уменьшились в размерах, конечно. Эминьки. В 200 кантах в размере. Да. Андрей проявляет ловкость акробатики, когда кушает палочками. Мы видим. У него очень интересно получается хряпать палочками. Так, я предлагаю сейчас закинуть креветки, ставшие совсем сюда. И что там у нас еще есть такое? Лапшу можно закинуть. Креветки достаточно быстро должны готовиться. Что ты будешь? Мясо или вот этот шарик? Шарик. Тебе понравились? Да. Рыбные шарики, давай. Ты знаешь, брокколи тоже вкусные. Да, но оно взяло вкус имбиря так интересно прям. Ну, по мне так вообще нормально. Очень вкусно. Наелся? Да, наелся. Итак, мы заканчиваем сегодняшний наш прием пищи сегодняшний. Вот оставшиеся последние мясные болсы, шарики. И мы почти все съели. Все довольны. Сын уже побежал наверх заниматься своими делами. Элизабет уже смотрит мультики. Элизабет, попрощайся с нашими друзьями всеми. Скажи пока-пока. Было вкусно? Спасибо, ребят. Да? Скажи по-китайски. Хао-чи. Хао-чи это вкусно. Да? Мяу. Лиза у нас киса сегодня. Вот. Ну, а мы, в принципе, соблили традиции. Потому что у нас этот год выдался достаточно холодным в Германии. Видите, все заснежено. На улице холодно. Минусовая температура немножко. Ну, а в Китае принято кушать хагор и согреваться. То есть, после того, как ты покушал хагор, можно уже бегать по снежку. Вот. Спасибо большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Дальше будет много интересного. Ставьте, конечно, лайки. И до новых встреч. Пока.